Одно из естественных применений динамической памяти это создание динамических массивов то есть массивов, размер которых неизвестен на момент компиляции в том числе многомерных массивов Давайте для начала разберемся, как можно создавать многомерные массивы на стеке в C++ C++ позволяет определять массивы произвольной размерности как одномерные, которые мы уже встречали, так и двухмерные трехмерные, четырехмерные и так далее Давайте посмотрим, как можно определить двумерный массив Для этого после имени переменной мы пишем две размерности Первая будет соответствовать номеру строки, вторая будет соответствовать номеру столбца И при инициализации мы инициализируем элементы массива по строчкам То есть сначала происходит инициализация первой строки, потом второй Так же, как в случае с одномерным массивом Думерный массив можно обойти в цикле, но нам потребуется два цикла, один будет бежать по номеру строки, второй будет бежать по номеру элемента столбца Внутри циклов мы обращаемся к элементам Обращение происходит сначала по номеру строки, потом по номеру столбца и выводим эти элементы Результатом работы данной куска кода должно стать текстовое представление массива То есть это один, два, три, четыре, пять, шесть на следующей строке Как я сказал, элементы располагаются в памяти построчно То есть массив, определенный на стеке, будет некоторым куском стека, на котором будут расположены все элементы по строкам Сначала первая строка, потом вторая и так далее Размерность массива может быть любой, но на практике очень редко используются массивы размерности больше четырех Соответственно, если вы хотите определить, например, четырехмерный массив, то у переменной будет четыре размерности То есть в данном случае переменная m4d это четырехмерный массив с размерностью 2 на 3 на 4 на 5